Всем привет, я Джоз, не иностранец, и кто попрошал на мой канал. У меня всегда было такое ощущение, что я говорю на русском языке как ребенок. Правда? Почти. И поэтому я сегодня пригласил мою подругу Ульяну, которая ведет свой канал о книгах, потому что я хотел попробовать читать детскую сказку с вами. Мы будем читать колобок. Колобка. Даже так. Мы будем читать колобка. Колобок по ве сердце. И вообще, мне очень хорошо понимают, что это за шутка. Я, честно говоря, тоже не знаю. Я, кажется, поняла. В смысле? Колобок не может повеситься. Он круглый, у него только голова. У него нет шеи, у него нет костей вот здесь, которые можно сломать и умереть. Если он повесится, то он будет просто висеть как новогодняя игрушка. Как он может вообще повеситься, если у него даже нет рук, чтобы притягнуть? Ну да. Колобок. Моё первое впечатление, это что колобок сам выглядит как солнце. Классуночка. Тем более, у него очень большой открытый рот и немножко как сумасшедчик. Похоже, как он сошел с ума как-то. Ну, вообще художество мне очень нравится. Это очень красивое, цепое. А как это на русском? Бабочка. Бабочка. Бабочка такие. Бабочка? С крыльями. Как бабушка. Бабочка, бабочка. Ну, не бабочка, это... Бабочка и бабушка. Ну, когда они говорят идти по бабочкам. Я думаю, что бабочки это деньги. Ну, это бабки. Бабки. Идти по бабкам. Да. О, можно пойти по бабам. Идти по бабам, а не по бабочкам. Жирбер старик со стара... Стар... Жирбер старик со старухую. Вот и простит, старик. А, вот и просит, старик. Испеки мне, старая колобок. Да, из чего испечь-то? Муки нет. Э, старуха, по амбару помети. По сусечкам поскрепи. Вот и наберется. Сусечки. По сусечкам поскрепи. По сусечкам. Ты так агрессивно произнес слово старуха. Старуха. Вообще-то, один год изучал русский язык в СПБКУ, и они никогда нам не показывали такие сказки. Такие тяжелые слова. Старушка так и сделала. Намела, наскребела в краски две муки, замесила тесто на светами, скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окно простыню. Я думаю, что никакой мамы в России не будут показывать это видео ее детям. У меня нет такой красивый голос, как мама поет детскую сказку, да? Положила на окно простыню. Красивая картинка, вот гусик. Это гусик и гусички, такие маленькие, которые... Цыплятки. Это платки? Да, это получается курица или петух. Это гусь, а это цыплятки. Это петух, точно. Вроде... И он мне все объяснил. И так произошло мое обучение русского языка. Надоело колобку лещать. Он и покатился с окна на завалинку. С завалинки на травку. С травки на дорожку. И покатился по дорожке. Так мило читаешь слово завалинка. На завалинку. С завалинки. С завалинки. И вот еще наша бабочка. Катится колобок по дороге. А навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Нет, не ешь меня, косой. А лучше послушай, какую я тебе песенку спою. Заяц ушли, понял. А колобок запел. Я колобок, колобок. По амбару митьен. По сусечкам скривен. На сметане мешен. Ох, о себе это написано. Сметаня? В печку скривен. На окошке стужен. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. От тебя, заяц, нехитро уйти. И покатился колобок дальше. Только его заяц и видер. Здесь настолько непонятных слов. Сусечки. О, заяц. Мне даже стыдно признаться, что я только учил слово кролик, потому что в Питере всегда есть вот розовые кролики. Такие негативные. Я, конечно, туда не зашел. Я просто не его дошел в видер и понял, что такое за кролик. Моя младшая шестилетняя сестра думает, что там продают костюмы индейские. А я думаю, что ты только что с тобой нравилась сказать, что она там работает. Нет. Вот смотри такие глаза у колобока. Как он смотрит на оказается. Это настоящая любовь. Дица колобок по трампинке в лесу. Навстречу ему серый ворк. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня. Съем. Съем. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, серый ворк. А тебе песню спою. И колобок запел. Я колобок, колобок. По амбару метен. По сусичкам скребен. На спитане мешен. В пичку сожжен. На окошке стужен. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Я от заяца ушел. У тебя, ворка, не хитро уйти. Покатился колобок дальше. Только его ворк и видел. Почему ты произносишь волк как ворк? А как ворк? Волк. 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 У тебя это звучит как РК, а должно быть ЛК. Волк. 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 Какие страшные русские слова. О, он только изменяется, зайца на собаку теперь. Это волк. Ну, в смысле, раньше у него любовь с зайцем, а теперь с собакой. Вот смотри, как они выглядят. Смотрят на друг друга. Я хочу понимать, как это закончится. Катится колобок по лесу. А навстречу ему медведь идет. Кусты к земле гнет. Колобок, колобок, я тебя съем. Ну, где тебе? Косолапому съесть меня. Послушай лучше мою песенку. Колобок запел. А Миша и уши разнесел. Я колобок. Опять стихотарение. Я колобок, колобок по омалу метем, по сусичкам скребен, на сметану мешен, в пичку сожжен, на окошке стужен. Я от дырочки ушел, я от бабушки ушел, я от саица ушел, я от волка ушел. А тебя медведь под горы уйти. И покатился колобок. Медведь только в след ему посмотрел. Это опять много любовь. То есть это его третий партнер. Вообще. И опять бабушка. Бабочка всегда такие. Бабочки везде. Катится колобок, а на встречу ему лиса. Здравствуйте, колобок. Какой ты пригожененький. Пригоженький. Пригоженький. Румяненький. Колобок рад, что его поховали. Похвалили. Похвалили. В запе свою песенку. Алиса слушает. Да все ближе подкрадевается. Подкрадевается. Вообще никогда не слышал. От тебя лиса нехитро уйти. Значит, что в конце концов он выбрал лису. Четвертый партнер. И тут опять бабочка. И опять шмель. Это как настоящий ремонт молодежи. То есть он бабник. То есть он колобок бабник. Он нашел уже четвертого партнера. Ходит на разные свидания с другими людьми, которые не знают по-других. Это русский народный тиндер. Славная песенка, сказал песенка, песенка. Славная песенка, сказала лиса. Да то беда, голубчик, что я стара, стара стала. Плохо слышу, сядь ко мне на мой дочку, да пропой еще разочек. Колобок обрадовался, что его песенчку поховалили. Прыгну лисе на морду, дай запер. Я колобок, колобок. А лиса его гам и села. То есть он не повесился. И вот как они играют. Он в конец нашел настоящую любовь. Играет с лисой. Это очень мило. А, да ладно. Да, он умер в конце сказки. Я колобок, колобок. А лиса его гам и села. Ага. Какой грустный конец. Как ты думаешь о рассказе? Мне очень понравилась твоя современная интерпретация с колобком, который не просто встречал путников на дороге, а партнеров менял. Ну, так выглядит. Видишь, смотришь на его глаза. Это не как дружебный взгляд. Они вот так серьезно, правильно друг друга смотрят, что ты понимаешь, что-то еще там происходит. А как ты думаешь о моем перечитании? Ты все поняла? Я-я-то все поняла. Я мало поняла. Понял мне ты что-нибудь. Мне очень сложно это прочитать. Действительно, там очень много незнакомых слов. И неупотребимых слов. Да, очень много неупотребимых слов. Но все-таки мне очень нравится, что это такая светлая, цветная история, книга. Все очень художественное, все очень красиво нарисовано. И поэтому мне очень понравилось это читать. Ребята, если вам очень интересно знать, что именно прочитать, что будет очень круто читать на английском, либо на русском, то посмотрите больше на Уильяну, потому что она ведет свой канал. Именно для тех книжных червов. Червей. Червей. Скажите мне еще в комментариях, какие детские рассказы и сказки. И было бы очень вам интересно видеть, как я их читал и пытаюсь понимать. И не забудьте подписаться на канал, потому что я вас всех люблю. И увидимся в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!